Приветствую вас. Ну, для начала мне бы хотелось, чтобы вы подумали и ответили себе, может быть, и нам на такой вопрос. Чем обусловлен такой выбор женщины? Ладно, 25-42. Почему вы выбрали такую женщину себе? Разница в возрасте у вас, ну, почти 20 лет. 17. И это всегда про отношения с мамой. Это всегда детско-родительские отношения. Ну, вот, если мужчина выбирает, ну, или женщина, неважно, если партнеры сильно различаются по возрасту, то это всегда детско-родительские отношения у каждого из них. То есть, да, бывает такое, что люди встречают, там, кого-то, они встречают человека старше, младше, и все, в общем и все хорошо. Такое бывает. Да, такое бывает. Но нужно понимать, что при этом, при этом люди принимают друг друга такими, как и они есть. Вы не принимаете людей. Вы не принимаете ее, точнее, я бы сказал так. Вы не принимаете ее. Потому что вы говорите, что, ну, вот как так вот? Она говорит, что это любовь, но я... Где тут любовь? Говорите вы. И вы говорите о том, что вы хотите, чтобы было как раньше. Знаете, да? А с чего вы решили, что как раньше вообще может быть? Может быть как раньше. Было раньше. Была страх. Была определенный образ жизни у вас. Потом она заболела, значит, соответственно, у нее были проблемы. Вот. Она пережила с вами эти проблемы. И, может быть, стала больше доверять. Может быть, стала более ценить вас. Ну, я не знаю. Это как вот видится, да? Это как вот, ну, как кажется. Вот. И, соответственно, для нее, как для уже... зрелого человека. Для нее. Отношения вышли, как бы, на другой уровень. На другой, ну, качественно иной уровень. где секс, например, значит, ну, весьма и весьма мало для нее. Опять же, я понимаю, что для вас это... для вас это вас. Но вы-то боитесь, что она вас больше не любит? Смотрите, а вот вы... Вы сказали, что она вас использует. А как она вас использует? Если она готовит вам, стирает, убирает, заботится? Заботится о вас. Где здесь используются? То, что вы помогаете ей материально? Ну, вы помогаете ей материально, она готовит вам еду. Разве это не является партнерством? Использование, это ведь когда человек только получает, но не дает. Правильно? Где здесь использование? Не говорит ли вас неуверенность в себе, когда вы высказываете предположение относительно того, что вас используют? Потому что здесь же я вас повторяю, что использование это когда один человек получает столько, а другой человек только отдает. Понимаете? Другой человек только отдает. У вас вроде как партнерские отношения. То есть использование я не увидел. Что я увидел то, что вы хотите, чтобы отношения не менялись. Чтобы они не развивались. Чтобы они не выходили на качестве, на иной уровень. Если для вас 25 лет может быть нормально постоянно вести себя так, как будто вы влюблены. что для нее, для нее все не так. Она не может вести себя с вами так, как вы хотите. Но ее принимать отказываетесь. Проецируя, проецируя на себя ее отношения. То есть у вас, возможно, есть изначальная неуверенность в себе. У вас, возможно, есть изначальные сомнения в себе. В том, что вы можете быть достойным мужчиной, например. В том, что вы можете быть единственным мужчиной для нее, например. И вот эта вот неуверенность дает, особенно, именно так, вот, ну, в таком контексте. Понимаете? Ну и скажите, если вы в себе не уверены, если вы сами сомневаетесь в себе. То есть вы боитесь вас использовать. У вас есть страсть. Потому что она, вроде как, старше вас. И может в этом вас использовать. То есть не она переживает по поводу возраста, да, не она, а вы. Как это, ну, как это я увидел, по крайней мере. Вы переживаете из-за возраста. Почему? Потому что мы не уверены в себе. Может быть, вы и женщину выбрали себе, вот, такую. Потому что хотели доказать себе, что вы можете, что вы, вот, способны, да, с директрисой встречаться. А теперь вы боитесь, что она вас используется. Подумайте, чем обусловлен ваш выбор? Подумайте, почему вы выбрали именно ее? Именно директрису на работе, партнера, коллегу, начальника. Почему ее? Почему не обычную девочку, с которой вы, например, там, не работали? Почему она именно? Подумайте об этом. Это не так сложно, но понять это нужно. То, что вы отказываетесь принимать поведение этой женщины, да, то, что вы отказываетесь принимать ее, говорит о том, что вас, ну, не совсем, я бы сказал, не совсем, может быть, страсть, не совсем любовь, я бы сказал, у вас. А, я бы сказал, что у вас, у вас именно страсть, возможно, была страсть, и она, эта страсть, у вас до сих пор длится, да, то есть вы, на призиму, в нее влюбленный, но влюбленность не есть любовь. Понимаете? Вот. Что касается того, что она не любит эти вопросы, то, действительно, люди в возрасте, люди старше, у которых вот с вас сорок там, они действительно не любят эти вопросы, потому что для них это кажется слишком, ну, по-детски слишком. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть я хочу сказать, что вам, что если она вам дорога, эта женщина, то вы не будете действительно, ну, вот как-то заговаривать с ней на этой схеме. Потому что одни, они, эти темы, ее напрягают. То есть, говоря с ней о, там, о любви, например, говоря с ней об отношениях, вы только лишь дискредитируете себя. И если вам не хочется этого, если вы не хотите себя дискредитировать и дальше, и, как следствие, потерять ее, то лучше бы вам поработать над своей уверенностью в себе. Это первое. И второе, если вы действительно считаете, что она может вас использовать, вот если, по вашему мнению, она вас использует, то просто отдалитесь от нее. То есть, вам не нравится? Зачем требовать для человека? Или вы хотите, чтобы она насильно была с вами той, кем вы хотите? Ну, будут ли это отношения, которые основаны на искренности, на эмоциональности? Для меня загадка. И будет ли она счастлива в этих отношениях? И будете ли вы счастливы? Это тоже большой вопрос. Так что, подумайте, пожалуйста, об этом. Что касается вашего вопроса, где тут любовь, то я ответил бы на него вам так, что каждый человек любит по словам, и каждый проявляет любовь так, как он может, так, как он умеет. Это его право. А ваше право либо принимать то, что человек вам дает, либо нет. Если нравится – принимать. Если не нравится – не принимать. Все просто на самом деле. Если вы считаете, что она вас использует, то что вас удерживает рядом с ней? Какие потребности, какие желания, какие цели, мотивы. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Ваше в fuelかATH – берется тüss. Ваше ваше время. Так tspacaks湯а.